Уважаемый Яков Ильич, вас называют отцом девиантологии в России, науки о различных формах отклоняющегося поведения, как позитивных, так и негативных. Вы автор более 500 научных работ. 580 уже. Замечательно. Доктор юридических наук, профессор, возглавляйте кафедру уголовного права Педагогического университета. В мире вы признанный авторитет и научный эксперт. Мы с вами знакомы уже 35 лет. И я помню, какое на меня тогда еще студента произвело сильное впечатление, в ваши слова, что мы все преступники и каждого из нас можно заслуженно посадить. Вот вы до сих пор придерживаетесь этого мнения? Да, если учесть, что сам уголовный закон сочиняют люди, сочиняют государство в лице законодательного органа. Во всех странах, не только в России, уголовный кодекс сформулирован таким образом, что преступником оказывается любой. Были опросы в Соединенных Штатах, 97% признали, что они совершали те деяния, которые зафиксированы в уголовном кодексе. У нас наш уголовный кодекс построен точно таким же способом. Потому что признание, ну вот сейчас там немножко отменено, изменено, скажем, оскорбление как уголовное преступление. Ну, кто из нас в течение жизни кого-то не оскорблял? Вот. Или, скажем, нанесение побоев, кто там в течение жизни кого-то никого не ударил и так далее и тому подобное. Я могу много... Или уклонение от уплаты налогов там. То есть есть множество составов преступлений, которые каждого из нас делают преступником. В соответствии с уголовным законодательством. То есть каждого из нас можно посадить. Ну, а сейчас, тем более, 282-я уголовного кодекса, например, который сейчас широко применяется, она сформулирована таким образом, что посадить можно каждого. А скажем, 148-я и первое, оскорбление чувств верующих. Я атеист, я постоянно говорю, что никакого Бога нет. А какие-то чувства каких-то верующих, это оскорбят. Значит, меня надо сажать по 148-й части первой. И это можно без конца об этом говорить. Экстремизм можно найти в любой стране. С экстремизмом же очень интересно. Наше уголовное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за экстремизм, единственное в мире. Ни в одном уголовном законе ни одного государства нет понятия экстремизма. Потому что оно беспредельно. Оно... Здесь все что угодно можно... Кого угодно можно за это сажать. А вот сейчас еще интересная такая инновация, как предлагают даже вести уголовную ответственность за тунеядство. Ну, очередной бред. Ну, очередной бред. У нас предусмотрено пособие по безработице, да? А мы будем вводить уголовную ответственность за тунеядство. Ну, бред, очередной бред нашему законодателю. Вот складывается такое впечатление, что мнение известных экспертов, научных экспертов, криминологов просто или не слышат, или не хотят слышать. Вот пять лет назад, я помню, опубликовал статью, в связи с записью вашего выступления о коррупции, как системной болезни общества. А сейчас все обсуждения опять сводятся к поиску козла отпущения. Такое впечатление, что просто кто-то не хочет смотреть и интересоваться мнением экспертов. То есть, скука, мы не говорим о коррупции, как с ней бороться, как ее уменьшить. ВОЗ и ныне там. ВОЗ продолжит оставаться ныне там, поскольку коррупция носит системный характер. Ну, надо сказать, что общества без коррупции вообще нет. Даже вот пятерка наименее коррумпированных стран – это Финляндия, Швеция, Новая Зеландия, Дания. Ну, Канада иногда, они по-разному структурируются. Даже там есть коррупция, но она несравнима, несопоставима по масштабам с нашей. У нас она носит системный характер, она исторически носит системный характер. Петр Первый был потрясен масштабами коррупции в его время. Вот, сейчас она, коррупция пронизывала все общество. Ну, два маленьких примера, два-три маленьких примера. Я познакомился с одним дворником, он узбек. Очень талантливый мальчик, очень успешно выполняет свою работу дворника. Вот, и умница при этом. Он мне недавно рассказывает, что к нему, ему объяснили, что он должен ежемесячно давать 5000 рублей взятку старшему дворнику. Или не знаю, как он называется. Молодой человек получает за свою каторжную работу 28 тысяч. Из этих денег 20 тысяч он платит за жилплощадь, за лицензию на право работать и так далее. У него остается на жизнь 8 тысяч. Теперь из этих 8 тысяч он должен ежемесячно 5000 платить в качестве взятки. Как он будет жить на 3 месяца? Без взятки нельзя решить ни одного вопроса. Более того, есть такие ситуации, когда человек не может не давать взятку. Это связано с медициной. Если мне моего близкого надо поместить в конкретную клинику. Или в конкретное отделение. Или конкретному лицу, доктору, я должен давать взятку. Ну и так далее. Не говоря уже о получении каких-то справок, о получении каких-то разрешений. Поэтому коррумпировано все и вся снизу доверху. Снизу доверху. И здесь нет единого рецепта. Здесь надо менять менталитет граждан. Здесь надо добиться так, чтобы не было коррупции на низовом уровне. Но не путем ареста старшего дворника и врача. Здесь иные нужные методы. Может быть, здесь нужен Саакашвили. Саакашвили удалось это сделать. Даже противники Саакашвили признают то, что коррупция была ликвидирована. Ну как ликвидировать совсем нельзя. Почти ликвидирована в Грузии. А ведь Грузия была одной из самых коррумпированных республик в составе Советского Союза. Удалось. Другое дело, что здесь еще масштабы. Масштаб Грузии удалось. Саакашвили удалось отправить в отставку 100% полицейских. А как мы наши миллионы отправим всех в отставку? И кем мы их заменим, спрашивайте. Это очень сложная проблема. Коррупция, с моей точки зрения, проблема номер один в России. Потому что при существующем уровне коррупции на всех уровнях, извините за повтор, за тавтологию, нельзя решить ни одной социально-экономической, политической проблемой, ибо все сведется к одному. Кому сколько надо заплатить? Я ознакомился со статистикой роста преступности, и она показывает, что за последний год преступность у нас выросла. Чем вы это объясняете? Здесь все намного сложнее. Намного сложнее. Значит, у нас, начиная, как во всем мире, начиная с начала 2000-х годов, а в некоторых странах с конца 90-х, идет непрекращающееся сокращение преступности. И основных видов преступности. И у нас это тоже происходит по разным видам преступлений, с 2001, с 2004, с 2006 года и так далее. В 2015 году действительно немножко, в отличие от всех предыдущих годов, немножко чуть-чуть вырос в уровне преступности. Но только за счет краш, в связи с экономическим положением. Вот сейчас я это сумею подтвердить, заглянув в бумажку. Вот давайте возьмем умышленные убийства. Уровень умышленных убийств у нас был максимальный в 2001 году. Я отбрасываю десятые доли, 23 убийства зарегистрированных на 100 тысяч населения. Дальше, начиная с 2002 года, идет непрекращающееся снижение уровня убийств, повторюсь, как во всем мире. И в 2014 году такой уровень был 8,2, а в 2015-м 7,8. То есть продолжается сокращение уровня убийств. То же самое с уровнем тяжких телесных повреждений. Был 43, в 2014 году 22,5, а в 2015-м 24, сокращение в два раза, а сокращение уровня убийств в три раза. Разбойные нападения, пожалуйста, разбойные нападения, уровень был 44,8 в 2005 году, в 2014-м 9,8, а в 2015-м 9,2 сокращение. Гребеж, пожалуйста, максимальный гребеж был 250 на 100 тысяч населения, в 2014-м 53, в 2015-м 48,5. И только по кражам, только по кражам. Если по кражам максимальный уровень был в 2006 году, 1175, и в 2014-м 622, то в 2015-м 681. Это единственное, ну, там есть еще мелочевка, но вот из наиболее, так сказать, значимых преступлений, только за счет роста уровня краж у нас увеличился общий уровень преступления. Поэтому, с моей точки зрения, продолжается, как во всем мире, сокращение уровня преступности в целом и уровня основных видов преступлений. Убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования, грабежи, разбой и так далее. А латентная преступность, как киберпреступность? Латентная была, если будет. Она была, если будет. А что, ее 5 лет тому назад не было? А что, ее год тому назад не было? А что, ее 20 лет тому назад не было? Конечно, все вот эти данные, это речь идет о зарегистрированных преступлениях. Реальная преступность больше. Но она больше была, есть и будет. Насколько она больше, есть исследования под руководством профессора Иншакова Сергея Михайловича. За каждый год они считают латентность. Это другой разговор. Но если бы она падала только в России, она же во всем мире. Вот у нас уровень убийств сократился в 3 раза за эти годы. Почти в 3 раза. В Германии в 2 раза. В Соединенных Штатах в 2 раза. В странах Латинской Америки больше, чем в 2 раза. В Японии была страна с наименьшими показателями преступности и убийств. У них был уровень убийств довольно стабильный, 0,6 на 100 тысяч. А сейчас 0,3. Сокращение в 2 раза. Это общемировая тенденция. Почему другой разговор? Есть целый ряд гипотез. Я их выдвигал, я их описывал, я студентам их рассказываю. Ну давайте одну гипотезу. Не будем углубляться. Основной субъект всех этих преступлений, так называемых уличных, кражи, грабежи, разбори, убийства, изнасилования и так далее, это подростки и молодежь. А подростки и молодежь с конца прошлого, начала этого века ушли в интернет. И вся их активность, и вся их потребность в самоутверждении удовлетворяется в интернете. В интернете они встречаются, любят, расходятся, ругаются, убивают стрелялки. Убивают. Вскрывают чужие сейфы. Занимаются мошеннической деятельностью. Но это же, чем идти на улицу и рисковать, быть задержанным полицией, это же лучше делать, сидя в кресте за компьютером. Это не только моя точка зрения. Это точка зрения сегодня большинства криминологов. Преступность ушла в мир интернета. Ушла в киберпреступность. Но ведь киберпреступность не просто высоколатентная. Недавно были опубликованы данные, по-моему, моего коллеги, профессора Овчинского, Владимира Семеновича. Это единственный человек, единственный криминолог в России, который занимается киберпреступностью. У нас никто этим не занимается. Так вот, он писал, что из всех киберпреступлений регистрируется порядка 5%. Вот поэтому преступность сокращается. А то, что она растет в интернете, в киберпространстве, это остается незамеченным. Упомнится, при советском режиме мы с вами дискутировали о том, что и полагали, что справиться с такими преступлениями, как спекуляция, взятки, справиться с теневым бизнесом мы сможем только избавившись от социалистической системы. Ну вот, сейчас капитализм, спекуляции теперь нет, она называется бизнесом, но взятки, преступность, теневой бизнес не легализовался, никуда не делся. Капитализм оказался, по сути, ничем не лучше социализма. Может быть, таким образом дело не в общественном устройстве, а в природе человека и в природе общества? Да. Значит, немножко не совсем так. Я и в советские годы не считал, что мы можем справиться с преступностью. Преступность, пока существует общество, была, есть и будет преступность. Значит, могут меняться формы, могут меняться, может меняться то, что в данном обществе государство криминализирует, то есть, какие деяния делает уголовно наказуемым, и какие декриминализирует. Вот вы упомянули спекуляцию. Правильно, сегодня спекуляции нет, потому что это нормальная предпринимательская деятельность, нормальный бизнес. Что касается социализма и капитализма. Ну вот, понимаете, то, что социализм очень плохо, это уже давно известно. А вот, потому что капитализм очень плохо, об этом стали говорить сравнительно недавно. Говорить очень открыто, очень явно. Об этом пишет один из крупнейших социологов современности Олер Старин. Об этом пишет лауреат Нобелевской премии по экономике Стиглиц. Вот у меня за спиной его том «Цена неравенства». Более того, наши отечественные экономисты тоже раздумывают над этой проблемой. Вот у меня сборник статей наших отечественных экономистов. Социальный либерализм между свободой и этотизмом. Вот то, на что была надежда на то, что либерализм, либератарианство, они избавят человечество от многих бед, тоже, оказывается, не работает. И к этому приходит не только типа Валер Стейна, но к этому приходят и наши отечественные экономисты. Это ежегодные леонтийские сечения, на которые я тоже каждый год хожу. Это привело меня к мысли, то не только это, конечно, но и это в том числе привело меня к мысли, что не может быть в принципе построено человечеством ни одно благополучное общество. Рабовладение это плохо? Очень плохо. Феодализм это плохо? Очень плохо. Социализм, как это показало Советский Союз, плохо? Очень плохо. А капитализм оказывается тоже очень плохо. Вот почему совсем недавно я ну опубликовал может быть не то слово, я вывесил на Фейсбуке, на своей странице, я вывесил еще на одном криминологическом сайте Саратовского центра, я вывесил статью капитализм или социализм вопротительный знак и дальше ответ оба хуже оба хуже очевидно человечество как простите тех кто с этим не согласен худший вид по своей нетерпимости по жестокости худший биологический вид ведь у других биологических видов будь то волки будь то крокодилы будь то тигры львы там же не существует внутривидовой агрессии вернее она заканчивается так подрались побили шерсть и клок выдали и так далее человечество единственный биологический вид внутри которого существует массовое внутривидовое уничтожение и самоуничтожение но об этом моя книжка социальная насилия она издана в 2013 году и вчера в печать в издательство отдано второе второе издание этой книжки расширенное с дополнительными главами воинское насилие религиозное насилие воспитательное насилие спортивное насилие к тем другим видам насилия экономического криминального политического которые были описаны в первом издании моей книги вот кстати по этому поводу некоторые считают что с коррупцией и с преступностью в целом можно справиться только методами уголовно-правового насилия посадками и расстрелами вот можно ли решить проблему коррупции только такими методами мерами уголовно-правового насилия нельзя решить ни одной проблемы ни коррупции ни организованной преступности ни убийств ни изнасилования ни кражи ни грабежей ни оскорблений ничего и в 70-х годах прошлого столетия криминологам становится все яснее и яснее о кризисе наказания наказание не выполняет своих функций существующие виды наказания в тюрьмах никого нельзя перевоспитать цель перевоспитания глупость чепуха нельзя посредством наказания никого перевоспитать предупредить другие преступления не получается в 1974 году профессор Маттисон написал в результате исследования рецидива вот и сказал о кризисе наказания пожалуй впервые он показал что в каждом обществе существует постоянный уровень рецидивной преступности значит наказание не предупреждает индивидуальных преступлений и это действительно так и в России в разные общественные периоды существовал относительно постоянный уровень рецидива более того сейчас у нас редкая страна где доля рецидива растет это лишний раз свидетельствует о том что наказание не выполняет и функции предупреждения тоже и поэтому блестящий ученый представитель уголовного правовой науки криминологии профессор Жалинский Альфред Эрнестович к сожалению скончавшийся в своей работе 2009 года не переставая писал ну я сейчас не цитирую а передаю уголовное право не выполняет своих функций уголовное право не может выполнить своих функций уголовное право это излишние затраты при минимальном результате и наконец крупнейший представитель немецкой германской правовой уголовно-правовой мысли профессор Ешек автор единственный автор всех комментариев к уголовному праву Германии незадолго до своей смерти написал уголовное право должно быть отменено полностью как нарушающее права и свободы человека но к сожалению идеи Ешека сегодня нереализуемы но надо представлять себе никакое наказание не решает никакой проблемы и это сегодня всеобщее мнение криминологов всех стран кроме России в России эту точку зрения этой точке зрения придерживался Жалинский Гелинский ну некоторые еще криминологи вот помнится нас учили что бытие определяет сознание можно ли справиться вообще с коррупцией в обществе где господствует культ обогащения причем обогащения любой ценой да нет мы уже говорили о том что с коррупцией нельзя полностью справиться ни в одном обществе даже в наиболее благополучном наиболее цивилизованном наименее коррумпированном типа ну не буду повторять эти страны группу стран где минимальная коррупция вот а тем более в тех странах где коррупция исторически сложилась является многовековой традицией которая коррупция которая пронизывала все слои общества которая из самых законопослушных граждан может сделать преступников те которые дают взятку вынуждены давать взятку поэтому говорить серьезно сегодня то есть есть рецепты но они очень сложные многоступенчатые и я во многих своих работах по коррупции я пишу что надо делать первое второе третье четвертое пятая десятая но это надо все делать в совокупности и со многими другими так сказать действиями поэтому то есть правильно ли я вас понимаю что как преступность невозможно искоренить так и коррупцию невозможно искоренить вопрос масштабов да вопрос только в том чтобы не давать выйти за пределы Я вам должен сказать, что в наименее коррумпированных странах, как это ни странно, коррупция существует только верхушечная. Там зав. министра может соблазниться и взять взятку. А на ни на новом уровне коррупции нет. Вообще нет. В странах, где низкая... Попробуйте в Германии, вас остановил полицейский, попробуйте ему дать взятку. Он, во-первых, не поймет, потому что это выше его понимания. А если он, не дай бог, поймет, он наденет на вас наручники. Ни о каком получении взятки речи быть не может. И так все. Ну вот известно, что к нашим законодателям, госдонцам, существует масса претензий по качеству и даже количеству принимаемых законов. Законы не столько открывают, сколько просто сочиняют. Есть даже мнение, что в основе закона лежит произвол. Ну, например, вот институт помилования президента. Как осуществляется, по каким принципам осуществляется помилование? Непонятно. Вот как вы считаете, как все-таки вернуть политиков в какое-то правовое русло, в русло правосознания? Ну, кто же их будет вводить в русло правосознания, кроме них и самих? А это очень сложная вещь. Понимаете, наша Госдума сочиняет безумные законы. Я уже приводил в качестве примера это оскорбление чувств верующих. А почему не защищаются чувства мои, атеисты? И пропаганда гомосексуализма. Да, понятно, да. Тоже бред абсолютный. Гомосексуализм – это одно из нормальных сексуальных проявлений, влечений. Ну, например, статья 191.1 Уголовного кодекса, я ее называю статьей имени Алексея Навального. Потому что тот бред, который сочинен в этой статье, уголовная ответственность, связанная с лесозаготовками, возникла только потому, что надо было посадить или как минимум осудить Навального. Вот мною это называется статья имени Навального. Ну, это абсолютный бред. Ну, как изменить сегодняшних? Наверное, не изменишь так, что-то сделать, чтобы они сегодня все… У них у всех изменилось сознание, перевернулось. Смена власти. Смена власти. Но чтобы власть менялась в лучшую сторону, между прочим, нужно, чтобы и избиратели немножко соображали, что они делают. А как показывают результаты выборов, избиратели не очень соображают, что они делают и за кого они голосуют. Я уже не говорю о массовых фальсификациях. Это особый разговор. Ну, вот сейчас говорят, что все должны быть равны перед законом. Да, это не сейчас говорят. Это и в сталинской конституции было. Почему? Но при этом все понимают, что… Она же никогда не соблюдалась. Да, все понимают, что даже среди равных есть те, кто ровнее. Вот как вы считаете, как вот на деле все-таки осуществить принцип равенства всех перед законом? Извините меня, it's absolutely impossible. Это абсолютно невозможно. А дело все в том, что даже в самых прогрессивных, в самых цивилизованных, в самых право-право, так сказать, там, где право господствует в странах, существует фактическое неравенство. Кого полицейские задерживают, а кого полицейские не будут задерживать. Это было предметом, в частности, исследований на примере капиталистических, так называемых капиталистических стран. Профессор Манфрид Брустен, мой друг из Германии, он проводил сравнительные исследования вот этого самого неравенства фактического. Он брал ФРГ, ГДР и Австралию. Вот сравнивал эти три страны. Он пришел к тому же выводу, что, к сожалению, существует выборочное привлечение к ответственности. Даже вот в такой стране, где право есть, высшие законы и так далее. Ну, а в такой стране, где у нас, где господствуют и коррупция, и неравенство, и все, что угодно, так о чем говорить? Ну, вот, тем не менее, недавний арест министра экономического развития Улюкаева опять заставил говорить о том, что равны у нас перед законом или неравны. И многим вообще этот арест, вообще сама процедура ареста и доказательства напомнил известный фильм про Штирлица, который прикасался лишь к ручке кейса, чемодана, где была рация. К это доказать его участие никак не могли. Поэтому одни говорят, что для того, чтобы справиться с коррупцией и преступностью, надо сажать, 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 даже расстреливать. А когда начали сажать реально чиновников, многие в то же время заговорили, что это напоминает репрессии, начинается новый 37-й год. Вот как вы относитесь к арестам высокопоставленных чиновников, губернаторов, министров? Вот если говорить в принципе к арестам высокопоставленных чиновников, действительно виновных в коррупции и тураторов, то есть положительно. Почему нет равенства? Во всяком случае это разумнее, чем сажать врача или профессора, которые что-то очень плохо, но получили взятку за какое-то свое действие. Что касается конкретного дела министра Улюкаева, я помолчу, потому что я юрист. По любому делу, чтобы давать оценку, я должен знать материалы дела, видеть, читать материалы дела. Но само по себе этот факт у меня, конечно, вызывает много сомнений. Любое коррупционное... Любое взяточничество имеет две стороны. Взяткодатель и взяткополучатель. Если Улюкаев получил взятку, а вообще не очень понятно, получил ли он ее, то простите, а где взяткодатель? А как быть взяткодателем? Уголовная ответственность. А рядышком две статьи Уголовного кодекса. Одна за другой следует. А где взяткодатель? Почему он не привлечен к уголовной ответственности? Поэтому здесь очень много вопросов вызывает. И я еще раз говорю, я не могу о конкретном деле судить, но когда арестовывают губернаторов, министров и так далее, каждый раз надо смотреть, это действительно преступление, или это борьба группировок, борьба различных групп во властных структурах. То есть правоохранительные органы используются для сведения каких-то политических счетов? Конечно. Я считаю, что это новость, что ли? Конечно. Об этом, помню, Собчак еще говорил, когда его арестовали. Конечно. Вот вы всегда, насколько я помню, всегда были критиком недостатков общества. Раньше такую критику называли антисоветчиной. Сейчас конструктивную критику общества некоторые называют чуть ли не предательством. Вот как вы относитесь к этому? Я считаю, что в любом обществе, в любом государстве должна быть свободная критика властных структур, руководить первых лиц государства и так далее, независимо от того, как они называются, президент, премьер-министр или император и так далее. Это совершенно нормальное явление. Общество без критики, без разных точек зрения по поводу действий властей – это недееспособное общество в конечном итоге. Недееспособное. Вот многие ваши последние работы и книги посвящены преступности и девиантному введению в условиях постмодерна. Но история, идеология постмодерна, она возникла в начале 90-х годов прошлого века. Прошло уже 25 лет, и многое за эти годы в мире изменилось. Многие критикуют и капитализм, и состояние постмодерна, говорят о наступлении новой эры глобального цифрового общества, где все связи, контакты, преступления и даже войны будут осуществляться виртуально через интернет, что мы сейчас, собственно, и видим. И говорят о том, что наступает новое, жесткое, жестокое общество, где будет контролироваться все и вся. Вот как вы относитесь к подобного рода прогнозам? Да. Значит, ну давайте поговорим немножко о постмодерне, хотя название вот общества постмодерна, скажем так, оно по-разному называется. Вот я говорю, что мой коллега, профессор Чеснов Илья Львович, предпочитает писать, говорить о постклассическом обществе. Вот его монография «Постклассическая теория права». Вот постклассическая онтология права. Значит, я не держусь за слово «постмодерна», но уж так, как-то раз я начал об этом говорить, я и называю общество постмодерна. Оно началось немножко раньше, чем сказали вы. Оно началось примерно в 70-е и 80-е годы. Об этом свидетельствует ряд обстоятельств. В частности, впервые в 70-е годы была замечена такая особенность нового общества, как разделение его на включенных и исключенных. Я об этом еще два слова скажу. Это французские социологи как раз где-то 70-х годов. Кризис наказания, о котором я тоже сегодня упомянул, тоже 1974 год, впервые слова произнесено. Представление о hate crimes, о преступлениях ненависти, 80-е годы, 85-е годы. То есть вот это новое понимание, вернее, понимание нового общества, оно началось примерно в 70-е и 80-е годы минувшего столетия. И для меня постмодернизм или постмодерн – это не идеология. Постмодерн – это то реальное общество, в котором сегодня живет человечество. Как оно жило в обществе капиталистическом, частично в социалистическом, феодальном и так далее. Это новая эпоха, новая цивилизация, которая обладает множеством особенностей. Но прежде всего я хотел бы сказать, что общество постмодерна – оно очень рисковое общество. Оно очень общество, которое, понимаете, вот я просто процитирую. Андерсон пишет, постмодерн – как радикальное изменение во всех сферах человеческого существования в 2011 году. А Петт Бордиер называет постмодернизм, он пишет, что постмодернизм производит опустошительное действие. Мы живем в совершенно новом обществе, не понимая этого, мы живем в обществе небывалых достижений. Мы можем по скайпу переговорить в любой момент, связаться с товарищем в Японии или в Австралии. Мы можем любую мысль, хорошую или дикую, немедленно вывесить в сети, в интернете. Посмотрите, молодежь, и не только молодежь, в автобусе или в общественном транспорте, в автобусе в метро. Все же сидят с планшетами или с этими самыми… Смартфонами. Да, с смартфонами. Какие основные особенности, характеристики общества постмодерн интересны вообще и с точки зрения изменений в развитии преступности, алкоголизации, наркотизации, суицида и других форм девиантного поведения? Ну, прежде всего, общество постмодерн – это глобальное общество, глобализация. Это глобализация экономических, финансовых, технологических и прочих процессов. Но это глобализация преступности. Организованная преступность. Торговля наркотиками – общемировые процессы. Торговля людьми – общемировые. Торговля человеческими органами – общемировые структуры. Торговля оружием – общемировые и так далее и тому подобное. Коррупция в значительной степени становится общемировой, когда посредник из одного государства говорит о возможности решить какую-то проблему у министра другого государства, а деньги дает банкир третьего государства. Терроризм. Терроризм. Общий мировой характер носит. То есть преступность и другие виды девиантности носят глобальный характер. А киберпреступность? Киберпреступность глобальная. Человек, находящийся в Австралии, два раза кликнув, вскрывает шейф и снимает деньги из Америки или из России. Киберпреступность – общемировая. В связи с глобализацией происходят и процессы массовой миграции, негативные последствия, которые сегодня Европа вот так испытала. Да и мы немножечко испытываем. Появляются конфликты, межэтнические конфликты, конфликты культур. А конфликты культур как о криминогенном факторе писал еще Селин в середине прошлого столетия. На этой почве, на почве массовой миграции, растет ксенофобия и появляются вот эти преступления ненависти, вплоть до убийств. Значит, это тоже сегодняшнее общество. Консюмеризация. Общество постмодерна – это общество потребления, когда деньги превыше всего. Деньги всегда ценились. И всегда бывали и кражи, и убийства на почве, на почве, так сказать, получения лишних денег. Но ведь сегодня это носит тотальный характер. Сегодня деятельность и властных структур, и бизнес-структур, и преступления, организованной преступности, и рядовых людей – шоппинг. Ну, когда, в каком обществе был известен шоппинг как явление? Когда люди, когда для людей удовольствие, и они тратят время на хождение по магазинам. Ну, для меня это не мыслимо, а вот это носит тотальный. Это приобрело тут такой характер, о котором сегодня слагаются книги. Вот вам, пожалуйста, замечательная книга Владимира Ивановича Ильина «Потребление как дискурс». Прекрасный анализ общества потребления. Социологический анализ общества потребления. Вот вам, пожалуйста, где-то тут есть. Ну, не важно. Значит, это проблема. Это проблема. И многие преступления. Не только преступления, а широчайшее распространение проституции. Общество постмодерна. Общество потребления. А вот я, говоря о чужих книжках, забыл о нашей книжке. Где тут наша книжка? Вот. При участии под редакцией Гелинского. Девиантность в обществе потребления. Мы как раз рассматриваем особенности. А общество потребления – это общество постмодерна. Происходит вирту... Это очень важно. Происходит виртуализация общества. Мы живем с вами, со всеми. Мы живем в двух параллельных мирах. В мире реальном и в мире виртуальном. Мы не мыслим сегодня наше существование без мобильников, без компьютеров, без планшетов и так далее. Но мы не мыслим. Я 82 года не мыслю. А молодежь, а подростки, они ушли в этот мир. Они ушли в этот мир. И в частности с этим связаны изменения в тенденциях преступности. Когда преступность, благодаря подросткам и молодежи, переходит из реального мира в виртуальный мир, даже в самую киберпреступность. Общество постмодерна – фрагментарное общество. Происходит фрагментаризация общества. Классовая структура Карла Маркса давно уже, так сказать, капиталисты и рабочие давно уже не существует. Общество фрагментарное. Оно расколото на отдельные фрагменты, на отдельные субкультуры. А что это значит? Что это значит вот с нашей точки зрения криминологической и социологической? А это значит, что в обществе существуют группы с различной моралью, с различными представлениями о праве, о законном и незаконном. То, что незаконно преступно или, скажем, являются правонарушениями с точки зрения представителей старших поколений, которые диктуют законы, и то, как живет молодежь и подростки, это два разных мира. Это разные миры. Фрагментаризация общества не может не привести к текучести границ между дозволенным и недозволенным. Это гибкие границы. Это должно учитывать государство и законодатель. Должны минимизироваться запреты. Чем меньше запретов, тем лучше. Это глупость, которая сидит в головах не только законодателей, но и большинства населения. Давайте запретим это, будет хорошо. Запретим это, хорошо. Запретим это, хорошо. Да будет очень плохо. Потому что, во-первых, любой запрет обходится с помощью подкупа, с помощью взяток. Во-вторых, потому что никакими запретами вы не можете изменить то, чем сегодня живут молодые люди, живет молодежь, живут подростки. И, простите, меня плевали они на наши законы и на наше, так сказать, представление о можно и не можно, о допустимом, недопустимом. Это особенность общества постмодерна. Особенность, которую я назвал, я пока не встречал у других авторов, это ускорение времени. Дело все в том, что в своих статьях 70-х годов, когда ни о каком постмодерне я не думал, я писал о том, что очень значима наполняемость, наполненность времени какими-то событиями, какими-то явлениями, какими-то актами. Можно прожить очень длинную жизнь, и она прожит в пустую, потому что время неизвестно, чем было наполнено. А можно прожить, как Пушкин, очень маленькую жизнь, но стать известным на все, так сказать, последующие века, потому что он очень быстро писал, работал, активно действовал, любил, с девушками жил. Очень быстро. Так вот, сегодняшний мир постмодерна, это с моей точки зрения лично, это одна из особенностей, это ускорение времени. Сегодня надо все, сегодня в тот час, который был сегодня, и в тот час 60 минут, который был 10 лет тому назад, происходит совершенно разное количество и значимое событие. Какое это имеет значение для криминологии, уголовного права и практики? Да очень простое. Сажать надо, вообще лучше не сажать людей. Но если сажать, то на, возможно, меньшие сроки. Если человек сидел в колонии, в тюрьме 20 лет тому назад, 15 лет тому назад, 5 лет, он выходил в то же самое общество. А если сегодня человек просидел 5 лет, он выходит в другое общество, в неизвестное ему общество. Ему очень тяжело социализироваться. Понимаете? И это уже понимают в нормальных, в разумных странах. Вот я только что был в сентябре в Германии, на европейской криминологической конференции, где оглашался, был обозначен средний срок лишения свободы в европейских странах. Как вы думаете, какой средний срок лишения свободы в европейских странах? Ну, лет 5. Вот студенты мне тоже отвечают. Одни 5 лет, другие 3 года. Один год 8 месяцев. В странах Европы и в Японии сроки лишения свободы исчисляются неделями и месяцами. Два года лишения свободы – это уже за тяжкое преступление. Это все должно быть перевернуто в нашем сознании в соответствии с нынешним обществом постмодерна, в соответствии с ускорением времени. А что происходит вот эти удивительные, необычные, непривычные, реальные процессы в обществе? Как это влияет на нашу психику? А вот что говорят представители постмодерна, вот те, кто занимаются психикой, психологией. Вот я цитирую Джейми Сона, у него книга по постмодернизму. Он пишет «Психическая жизнь становится хаотичной и судорожной, подверженной внезапным перепадам настроения, несколько напоминающим шизофреническую расцепленность». Джеймисон пишет «Истерия – общее состояние постмодерна». Это пишет зарубежные авторы. Но вы простите, наши-то авторы тоже это уловили? Вот мой коллега, друг Сергей Николопов. Агрессия в обыденной жизни. Вот то, что существует сегодня в обыденной жизни, в обыденном сознании. Так это же надо изучать, это же надо анализировать, и надо давать, просить рецепты, а как чуть-чуть это изменить, как чуть-чуть улучшить? Что надо сегодня делать в условиях быстро развивающегося, с ускорением времени обществе постмодерна? Я назвал, перечислил далеко не все особенности общества постмодерна. Но я глубоко уверен, что не понимая, не осознавая, не изучая это, не изучая, как это влияет на повседневную жизнь людей, как это влияет на преступность, на наркотизацию, алкоголизацию, суицидальное поведение и так далее и тому подобное, мы все время будем находиться в зашоренном состоянии. Мы будем отвергать это не нашу. Это буржуазная наука. Да при чем тут буржуазная наука? Это сегодняшняя жизнь. Это сегодняшняя жизнь человечества. Независимо от того, это Россия, Америка, Бургундия, не знаю, там Австралия или же Сомали. Ужасная, страшная Сомали. И Сомали живет в обществе постмодерна сегодня. Другое дело, что они тоже не понимают, и там черт знает, что творится. Но это уже не наша вина. Есть еще одно последствие или результат или характеристика общества постмодерна, о котором французские социологи, как я уже упоминал, заговорили в 60-е и 70-е годы. Это смена формы, характера, расслоения, разграничения людей не по классовому признаку, а по признаку включенности и исключенности. Что это такое? Одни люди, ну в конце прошлого века это не так проявлялось, а сегодня это очень четко, одни люди, включенные, активно включены в экономическую, социальную, политическую, культурную и прочую жизнь. А другие, исключенные, фактически, де-факто, исключены из активной экономической, социальной, политической, культурной жизни. И все человечество сегодня разделено на эти две большие части. Как вы догадываетесь, включенных не так много, а исключенных очень много. Если брать официальные данные Росстата, опубликованные еще в 2011 году, то у нас к числу исключенных в России относятся не менее 70-80%. Это население сельской местности, это малые города, и это в любой местности, в том числе в крупных городах, бездомные бомжи, алкоголики, наркоманы, пенсионеры, живущие на свою пенсию только, это душевно больные, это, ну, пьящий день довольно большой, безработные, длительное время безработные, и так далее, и тому подобное. Это многодетные матери, имеющие очень невысокий уровень дохода, и так далее. Добавим к этому, это данные 2011 года, а вот сейчас, в 2016 году, у нас количество лиц, живущих, имеющих доходы ниже официального прожиточного минимума, официально выросли на 22 миллиона человек. Но ведь исключенные, фактически, это не только люди, получая, имеющие доход ниже официального прожиточного минимума, а если чуть выше, что можно жить, можно активно включаться в культурную жизнь, ходить по музеям, по театрам, это же глупости. В 2000 году была опубликована статья одного нашего социолога-профессора, где к тому времени он считал, что 50% населения России исключенные. Сегодня, конечно, намного больше, но это общемировая проблема. 2015 год был удивительным годом. Впервые в истории человечества, в 2015 году, 1% населения Земли стал владеть 50% всех богатств. В нынешнем 2016 году 1% населения владеет 52% всех богатств. А Россия впереди планеты всей. В этом году 1% россиян владеют 72% всех богатств страны. А 10% россиян владеют 85% всех богатств страны. Это страшно, это катастрофическое неравенство. А ведь, как показывают многочисленные исследования, именно исключенные составляют основную социальную базу преступности, алкоголизации, наркотизации, самоубийств. Можно приводить цифры. Ну, одну только цифру. Вот у нас по полицейской статистике есть такая группа лиц виновных в совершении преступления. Лица без постоянного источника дохода. Ну, это на полицейском языке что-то вроде исключенных. Так вот, у нас среди всех преступников, всех виновных в середине 80-х годов доля лиц без постоянного источника дохода составляла где-то 16% плюс-минус. А в 2015 году 65%. А по убийствам и изнасилованиям 72-75%. Это основная база преступности. Это следствие дикого социально-экономического неравенства, существующего во всем мире, являющегося общей мировой проблемой, но особенно четко, жестко появляющейся в том числе в России. Не только в России, но в том числе в России. У нас же об этом почти не пишут, не говорят. Но я должен сказать, что я был счастлив, я был потрясен, когда я узнал, что в июне этого года, 16-го, в Перми состоялась первая международная конференция по исключенности, проблему исключенности. Ну, конечно, я постарался туда помчаться. Вот. Там были историки, психологи, социологи. Там были представители нашей питерской ночлежки. Бомжи же они тоже исключенные. Это интереснейшая конференция. Продолжалось два дня. Ну, а мне, поскольку я об этом, видимо, пишу давно и занимаюсь, так сказать, исключенными в рамках криминологии, мне в нарушении всех правил вместо 15-минутного доклада была предоставлена полуторачасовая лекция, чтобы я рассказал об исключенности, как криминогеном, дивиантогеном факторе, приведя таблицы, данные, цифры и так далее. Более того, в рамках этой конференции было посещение выставки исключенных художников, непризнанных, чьи работы запрещены выставлять в других музеях. На такой выставке мы тоже. На выставке исключенных мы тоже побывали. Это важнейшая проблема сегодняшнего дня. Это надо изучать, об этом надо писать и думать, что делать. Вот вы много путешествуете, принимаете участие в международных конференциях по всему свету. Вот почему, на ваш взгляд, Россия, ну, никак не может органично вписаться в мировое сообщество и постоянно конфликтует с Западом? Изоляционизм, железный занавес был, есть и будет всегда очень страшным, негативным, недопустимым явлением. Но если в былые эпохи, ну, были страны, не только Советский союз, которые старались себя оградить, наверное, и франкистская Испания в какой-то степени, там, можно другие примеры приводить. Но это особенно принципиально недопустимо в сегодняшнем глобальном мире. Ну, это смеяться хочется. Глобализм, глобализация всего, глобализация потоков экономических, финансовых, технологических, информационных, глобальное общество. Здесь надо вписываться в него. Надо со всеми конструктивными, либо дружить, либо конструктивно, так сказать, спорить, может быть, где-то не принимать и так далее. Я ж не призываю дружить с ИГИЛ, запрещенным в Российской Федерации. Тут не дружить, к сожалению, надо. С другими государствами, с всеми европейскими странами, с Соединенными Штатами. Конечно, должны быть нормальные отношения взаима, учитывающие взаимные интересы. Конечно. И здесь я еще и еще раз должен сказать, вот мне повезло. Мне очень не повезло, что я жил при товарища Сталине. Мне очень не повезло, что я жил при товарища Брежневе. Но мне очень повезло, что я жил при Горбачеве, Михаилу Сергеевичу. Ну и даже в какой-то степени при Ельцине. Вечная слава Михаилу Сергеевичу Горбачеву, сейчас прижизненная, дай Бог ему, долгие годы. Потому что он разрушил железный занавес у нас. Благодаря ему рухнула стена, разделяющая две одинаковые страны по населению, две Германии. Он дал возможность мне кататься по всему миру, и не только мне. Он дал возможность нам принимать иностранных гостей, и что мы делаем до сегодняшнего дня. К сожалению, у нас сейчас наши власти ставят препятствия часто. Например, мы приглашаем на нашу конференцию, как всегда, профессора из Польши, а ей наше посольство в Польше дает визу со дня окончания конференции. Она не приезжает, и больше мы ее уже не добьемся. Мы приглашаем виднейшего специалиста из Франции, а перед ним ставят необходимость прислать сюда копию его паспорта, чтобы получить визу. А он говорит, я езжу по всему миру, и никогда никому паспорт свой не посылал копию. И мы теряем возможность его иметь среди участников конференции. Это страшно. Изоляционизм в обществе глобальном, в обществе глобализации, это та самая ошибка, которая хуже преступления. Но ведь любопытно, что при Горбачеве разрушили Берлинскую стену, а сейчас такие стены возбегаются на границе Украины с Россией, в Эстонию хочет отгородиться, даже Америка хочет построить стену на границе с Мексикой. Эстония от нас вынуждена хочет отгородиться, она боится после наших действий в Грузии и в Украине, она боится. Можно понять Эстонию. Стена не спасет. Конечно, не спасет. Точно так же, как стена не спасет Америку от мексиканцев. И я думаю, что никакой стены там не будет. Можете мне поверить. Эти предвыборные лозунги Трампа вряд ли будут реализованы. Вот вы сказали, что пожили и при Сталине, и при Брежневе, ну и, соответственно, при Андропове. И при Андропове, и при Черненко, и при Хрящеве. Ну, кстати, Хрящева я чуть-чуть благодарю. Горбачева я очень благодарю. А Хрящева я чуть-чуть благодарю за оттепель. А что, на ваш взгляд, все-таки остается неизменным в нашем обществе и вообще в людях? Ну, очень много неизменного вообще в людях. Конечно, есть и ксенофобия. Хотя страны европейские и целые от других стран стараются избавиться от ксенофобии. От вражды, настороженности, ненависти по отношению к людям другой расы, другого этноса, другого разреза глаз, другого цвета кожи. Но, видите, это ведь идет еще от биологии. Еще в биологическом, в животном мире представители одного семейства, одного рода побаиваются или негативно относятся к другим. Об этом очень много писал профессор Поршнев. Поршнева читать надо. О том, что вот эта настороженность или нелюбовь к чужим, в отделении мы и они, свои и чужие. Поршнев об этом много писал. Это идет от биологии, из животного мира. Другое дело, что якобы разумный человек, хомо сапиенс, человек разумный, это считаю, что хомо сапиенс, недоразумный. Но вот якобы разумный, он должен был избавляться от ксенофобии. А тут иногда немножко избавляется, и иногда, наоборот, ксенофобия прорывается в виде так называемых hate crimes, преступлений ненависти. То есть инстинкты берут верх над культурой. Сейчас многие проблемы в обществе объясняют национальными или политическими интересами. Ну вот, например, выход из различных международных правовых институтов. Последнее – это Международного уголовного суда. Даже историю некоторые предлагают трактовать с точки зрения национальных интересов, а не с точки зрения фактов. Вот как вы относитесь к тому, что политика сейчас подчинила себе не только мораль, но даже, кажется, и право? Политика, к сожалению, при желании часто не только сейчас и не только в России подчиняет себе и право, и всё что угодно. Ничего хорошего по этому поводу я сказать не могу. Это очень плохо. Что касается выхода из Международного суда... Уголовного. Уголовного суда, то пусть меня не посадят под 282-го уголовного кодекса, но это из чисто школьнических интересов. Это боязнь этого суда. Недавно председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, выступая на 20-м Всемирном народном русском соборе, сказал, цитирую, «Мы живём в то время, когда право, на которое мы привыкли рассчитывать в последнее время, теряет свой регулятивный потенциал, а правовые конструкции утрачивают былые прочность и надёжность. Нарастает опасность беззакония, вызывающая в памяти слова святого апостола Павла, который ещё на заре эры предостерегал о том, что тайна беззакония уже в действии». Конец цитаты. Вот, Яков Ильич, по вашему мнению, о чём говорил Валерий Зорькин? В чём сегодня проявляется тайна беззакония? Во-первых, мне странно, что председатель Конституционного суда в качестве источников, ссылок, цитирует святого. Мне кажется, что религия, церковь и государство сегодня две вещи несовместные. И я бы не стал на месте политических деятелей и судебных органов власти и судебных органов ссылаться на какие бы то ни было даже самые, так сказать, благопристойные религиозные источники. Это первое. Второе. Меня удивляет, почему председатель Конституционного суда считает, что сейчас у нас вот из, как он там пишет, из права... Тайна беззакония в действии. Понятно. А вот как вначале он пишет, какое у нас было право и вдруг оно сменяется. Да Россия не была правовым государством. Ну, не скажу, что никогда, но последние сотню лет Россия не была правовым государством и не является правовым государством в буквальном смысле этого слова. У нас нарушают закон представителей власти, нарушают закон представителей следственных органов, нарушают закон прокуратуры, нарушают закон полиции и так далее и тому подобное. Вот на это бы неплохо обойти внимание. А то, что у нас правовой беспредел, ну, я должен согласиться с председателем Конституционного суда. Вот. И вы, и я, мы закончили с вами один юридический факультет Ленинградского университета. Ну, как, впрочем, и многие люди, которые сегодня находятся во власти. Вот что бы вы посоветовать могли выпускникам юрфака ЛГУ, которые сегодня руководят нашей страной? Ну, правильнее всего мне было бы ответить на ваш вопрос no comment, без комментариев. Потому что давать серьезные рекомендации, это наивно и смешно. Это, по-моему, это было, с моей стороны звучало бы не очень прилично. Субтитры сделал DimaTorzok